Трупы Человек вон живой раненый лежит Охренеть Придя на работу мы позвонили в полицию Оказывается полиции уже в городе Херсуна не было Вошли русские войска 1 и 2 марта То есть они вошли и сразу стали стрелять Они стреляли пожилым домам И нас заворачивали русские военные Говорят, введите его домой, пусть умирает Я до сих пор боюсь Длинных лап этих людей До сих пор боюсь В лесу находится воинская часть И мне бригады говорят Да, Инна Саня Николаевна срывают В области воинской части идут взрывы Идет пожар Мы не понимаем, что происходит В этот момент поступают вызова Бригады боятся выехать на эти вызова Люди уже получают сердечные приступы У нас были такие моменты, что люди умирали Уже наш сосед В следующем Рядом с подъездом Где мама живет Он умер от сердечного приступа Потому что он не понимал, что происходит Вот эти страшные минуты Первые минуты войны Когда мы не понимали, что происходит Моя мама собрала вещи Небольшая сумочка И мы не знали, что дальше делать Мой звонок был следующий брату И я попросила брата Чтобы он наших всех возрастных мам Собрал в одном месте И хотя бы, чтобы были все по присмотру Но в этот момент У нас в этот день По приказу нашего центра Бригада экстренной скорой медицинской помощи Города Новая Каховка Должна была ехать в город Херсон Пополнять медикаменты и кислород И бригада спросила, что нам делать Ехать или не ехать Руководство нашего центра Сказало ехать Потому что мы не понимали, что происходит Мы все-таки думали, что это какие-то провокации Придя на работу, мы позвонили в полицию Оказывается, полиции уже в городе Херсуни не было То есть нам никто не мог ничего сказать Что произошло Такого страшного в Украине По-моему, уже позже После 10, где-то утра Мы услышали объявление, что это война Что это военные действия Первые пострадавшие Сообщения, которые к нам поступило Это были пострадавшие Из генического и генического района То есть там люди погибали И получали ранения ни за что Они не знали, что это происходит Один отец Я помню этот вызов Мы прослушивали И давали по нему объяснение Когда он звонит и говорит Моего сына убили За что это? Это село Семехатки Генического района Ему 17 лет За что это? Почему это случилось? Люди, не знаю, подходили к окнам И получали ранения Тяжелые ранения И ранения, несовместимые с жизнью Тоже были В этот день, 24 февраля Бригады экстренной скорой медицинской помощи Обслужили 60 раненых и погибших 60 человек Это те люди, которые прошли В первый день войны Через руки наших бригад Но были люди, к которым мы не доезжали Потому что были моменты Очень сильных взрывов И мы туда проехать не могли Вошли русские войска 1 и 2 марта То есть они вошли И сразу стали стрелять Они стреляли по жилым домам Потому что им казалось Что антенны на крыше Спутниковые антенны Это снайперы Они стреляли по жилым домам Они разгромили нашу терроборону Которая была со стороны Белозюрского направления В районе улицы Нефтянников Нас туда не вызывали У нас были только вызова В Таверический мягкий район Где были именно выпущены снаряды По жилым домам Но опять-таки мы не могли туда проехать Потому что взрывы все время Луналы На украинском лунале все время были взрывы И тоже есть видео в интернете Как люди это снимают Не понимают, что это вообще происходит То есть это непонятие Это непринятие Это просто непринятие Думать о том Анализировать эту ситуацию Просто не было времени С 24 февраля Мы стали жить на работе Мы просто с утра до ночи Жили на работе И некоторые жили на работе Вместе с детьми Были у нас такие диспетчера Которые приходили на работу с детьми И так как уже вошли русские войска в город И началось активно Вот тут вот такие массовые смерти Массовые погибшие Люди боялись уходить Потому что вот допустим Жили у нас люди В села Зеленовка Это объездная дорога на Николаев Там были тоже очень большие бои Они боялись уходить Они жили с маленькой девочкой Подростком Она диспетчер жила у нас в подвале И длительное время это было Они даже боялись отсюда выходить Не только она с подростком Еще были диспетчера Которые просто боялись отсюда уходить Они говорили Ну идите домой Ну уже ж вроде бы более-менее спокойно Идите домой Переночуйте дома Примите душ Они говорят Мы боимся Ну и так были такие ситуации Что когда они только приходили домой Идут взрывы Они говорят Нет, лучше на работе Там на работе спокойнее На работе есть еще рядом коллеги Девочки, которые поддержат С которой можно поплакать Пообниматься Думать и паниковать Просто времени не было совершенно Ну мы работаем Но вы же понимаете Сколько у нас машин в наличии Сегодня было два прилета В Белозерку На площади люди пытались поймать Связь с Терлинг Четыре пострадавших Всех госпитализировали Херсонские заклады охраны здоровья И был прилет в гидропарк Тоже Марии Фортус На ступеньках два человека пострадавших Их увезли транспортом До приезда скорой помощи Центр экстренной медицинской помощи Это единый центр В состав которого Восходят бригады экстренной медицинской помощи По всей Херсонской области То есть Херсон Это как бы центральный район Здесь находится Центральная оперативная диспетчерская И мы Принимали до войны Все вызова со всей области Со всех городов Со всех сел Со всех мобильных операторов Со статистических телефонов И передавали по С помощью нашей программы Диспетчера 103 Передавали на бригады На смартфоны То есть все бригады В любой точке Херсонской области Это наши бригады То есть у нас покрытие Полное 100% Херсонской области До войны Это было 10 станций 14 подстанций И 22 пункта базирования Бригады экстренной медицинской помощи Сейчас наших подразделений Уже меньше Потому что есть подразделения Допустим Пункт базирования В селе Посадпокровска Села уже нету Оно полностью уничтожено И пункт наш тоже Пострадал Машины По-моему Забрали Збройный сел Украины Для своих нужд И мы понимаем Что это надо было Потому что мы Работать не могли там Утром стали собираться На работу Я живу на Шуменском А через Шуменский Заходили русские войска И они там все Как раз ходили у нас Под окнами На Димитрова И выйти с дому было Ну просто не было Никакой возможности И мы сидели дома Еще же была у нас И связь и все Созванивали с руководством Сказали, что пока все дома Чтобы никто не выходил Потом сказали, что за нами Пришлют машины Заберут Потому что работать Все равно надо И так как я работала На центральной подстанции Тогда изначально Там на Ладычука То нас потом перевели Всех по районам Вот кто по возможности Чтобы можно было Добраться пешком И начальная смена Работала на Шуменской подстанции Ну все же эти прилеты Мы ездили И ночью выезжали Ночью не давали вообще ездить И такие как бы Ездили в Чернобаевку Когда были обстрелы Чернобаевки Когда осколочные там И руки, и ног Развозили по больницам Этих всех людей Ну вот мы там не могли ехать Вот нам говорили Вы не едьте А все равно Вот военные Вот едьте, едьте Все равно мы ехали В Чернобаевку Ездили на Высова На эти все Первый выезд был 27 февраля Под Антоновский мост Был прилет И нас по пути встретила машина гражданских Которая везла раненого солдата С ампутацией конечностей нижних Мы его забрали Повезли после оказания помощи В дежурную хирургии медседженчасти ХБК Мы его перегрузили с этой машины частной Наложили дополнительные турникеты На ампутированные конечности Поставили капельницу И поехали Обезболили Поехали в стационар 24 февраля Как раз когда это все начиналось Я заступила на сутки И первый выезд нам дали В больницу Не в больницу На Перекопской у нас есть Загин Прикордонокев И там наших ребят Привозили со стороны Каланчака Со стороны границы И мы ездили, забирали наших военных Которые стояли там Которые освобождали Забирали с ампутированными ногами Руками тяжелых С огнестрелами С осколочными Тяжелых, очень тяжелых Довозили Ну слава Богу довозили Сразу же в реанимацию Такое начало было у нас в войне Везде Були и в Станиславе И в Александровку Выезжали и в Правдино Где бои тоже и шли Радземлю В Кисельевке были При оккупации тоже ездили Выезжали по разным вызовам Яки только не были Везде катались И днем, и ночью 2-4 на 7 Скоро помощь у нас работала Не прекращает Департамент сказал Выполнять свои функции и задачи И мы выполняли Эти функции и задачи У нас были первые жертвы И среди персонала Уже 26 февраля 26 февраля Был вызов В силу Тягинка Береславского района Где сказали Что есть раненые Сначала на одной улице Чуть позже Поступила информация О раненом на другой улице И мы направили Ближайшие бригады Ближайшие бригады Это был Токаревский пункт Базирование бригады Экстремной медицинской помощи Они поехали туда Они оказали помощь Одной бригаде Оказалось Одному пострадавшему раненому Это были гражданские Все раненые Оказалось Что на следующей улице Еще здесь ранены И вызвали на себя Еще одну бригаду С Дарьевского пункта Оказав помощь пострадавшим Погрузив этих пострадавших В машину Они начали эвакуацию В сторону Херсона На этапах эвакуации По маршруту передвижения От Дарьевки Уже до Херсона Первая бригада Была обстреляна танками С символикой Z Водитель наш погиб Ковальчук Владимир Васильевич Он погиб От взрыва От ранения Большого Потому что первое попадание Было в скорую помощь Именно с его стороны Ферша получил Тяжелое ранение И первый осколок Который попал ему В лобную область И повредил глаз Он, можно сказать Спас его жизнь Потому что следующее ранение У него было Поясничную и ягодичную область Фершер, когда падал Он увидел, что в машине Очень много кислорода Что идет дымок уже Потому что первое Он находился в салоне Вместе с раненым Шел дымок Со стороны кабины И там рядом Находятся кислородные баллоны То есть он понимал Что ему надо спасаться Но у него не было сил спасаться Можно сказать, что на его счастье Он даже не знал, что так произошло Когда они уже Загружали раненого в машину В кабину к водителю Села девочка Подросток Это девочка Дочка раненого Которого они начали везти В Херсон Эта девочка Потом сообщала Журналистам Что водителя сразу Убила Он упал на нее На эту девочку Девочка выпрыгнула Из машины И она смогла Открыть дверь Нашему Фершеру Когда Фершер Переполос на другую сторону Улицы Ой, дороги Трассы Он смог вызвать бригаду Но первое, что он сделал Он позвонил бригаде Которая идет сзади И сказал Катя, здесь танки Не едь Но дорога открытая Нету ни деревьев Нету ни проселочных Каких-то дорог То есть идет дорога Трасса И идет поле С обеих сторон Им сворачивать было некуда И Катя нам сообщила Что позвонил Фершер И сказал, что он ранен И он сказал На возвращаться Но возвращаться некуда То есть на полной скорости Они пролетели Мимо этой машины Но им удалось выскочить И быть неповрежденными Потом Мы за Фершером Послали бригаду Фершер уже Находился в поле Первое Есть у нас видео Очевидцев этого события Что Фершер находится На другой стороне дороги И достает смартфон Для того, чтобы позвонить Он позвонил И я говорила с ним И первое Что я спросила Как вы? Он говорит Я раненый Все нормально Как бы Все под контролем Спрашивала Как водитель Он говорит Он живой Первое Его слово было Он живой Поэтому у меня есть Такая рабочая Листик Где я написала Его фамилию Ковальчук И нарисовала сердечко То есть мы все молились За то, чтобы он был жив Мы все-таки думали Что он где-то есть За Фершером Поехала бригада Из Херсона И есть очевидцы Которые сняли Это видео У нас все это видео есть Они потом нам Предоставили это видео Сука, вот ваши Братские Пидорасы Антон Везде раненого Подбили, сука Уебки Блядские Нахуй Чтоб вас Пидорас Воду Но опять-таки Они говорили Что есть Пострадавшие В поле Но была Опасность Опять-таки Обстрелы В этом районе Шли Поэтому мы поставили Третью бригаду Для разведки Этой территории Но они никого не нашли И тоже есть Третье видео Которое они сняли На видеорегистратор То есть Вся трасса Она усыпана С обеих сторон Сгоревшими И поврежденными Автомобилями То есть Это люди Которые мне доехали То есть Жертв В начале войны Было намного больше Чем те Которые прошли Через наших Фельдшеров То есть Работа Бригады Работа Центральной оперативной Диспетчерской Это прежде всего Связь То есть Чтобы человек Позвонил Набрал номер 103 Позвонил Гарантированно Попал В диспетчерскую И мы могли Этот вызов Передать То есть Какие-то перебои Со связью Определенные были Но первый перебой Был допустим Где-то 3 часа Потом 5 часов Был Потом 12 часов Мы эти все моменты Я по датам не помню Но нас как будто бы Учили Жить по-другому Вот такие моменты Они очень были страшные Потому что Ты понимал Для диспетчерской Это страх Это тишина То есть Мы сидим в тишине Никто не звонит нам Просто никто не звонит Связи полностью Никакой нет Она заглушена Единственное Что была немножечко Городская связь Внедриться Наверное В этот В этот Источник связи Они не могли Русские И городская связь Оставалась Но это Очень малое количество Возовов Если мы Делали До войны В среднем По Херсону 350 вызовов То в тот момент Мы стали делать 50-70 вызовов Это было страшно Это тишина В диспетчерской Это страшно В диспетчерской Должна быть жизнь Звонок Реагирование на звонок Работа с бригадой Информация от бригады То есть Должна определенно Быть жизнь И вот они К нам появились Уже когда Полностью не было связи То есть Они пришли Принесли 12 сим-карт На телефон Плюс 7 Для того Чтобы они Их прописали Как маршруты Телефонов 103 То есть У нас Допустим Это все было Так в Украине Совершенно по-другому У нас было Сказочно У нас было Четко все А тут Какие-то телефоны И этот телефон Должен быть В Переславе И на него Дозванится 103 То есть Ну какой-то Каменный век Этот телефон Должен быть В Скадовске На него Должны были Дозваниться 103 Ну Такое Вот они тогда Связь у нас Полностью прекратилась Я смотрела По телефону Вот на днях Приходили Тоже спрашивали Связь полностью Прекратилась В 16 часов 30 мая То есть Мы полностью Остались без связи Ну статистически Конечно Первые дни войны Это 24 25 26 27 То есть До конца февраля И где-то до середины марта Это были самые тяжелые Вызовы И когда бригады Ездили под взрывами То есть Вышла Такая инструкция Министерства охраны Строющая бригады По Олешкевскому району По трассам Которые прилежат К новой Каховке Потому что Люди пытались Как-то спастись От войны Ехали И были расстреляны Семьи были расстреляны И жуткие моменты Были И очень долго Эти жуткие моменты Были Это Чернобаевка И у нас там Много сотрудников Работает То есть Мы молились Когда Они были дома Какое-то время Не могли оттуда выйти Это почти месяц Они сидели Белозерский район Тоже люди сидели Почти месяц Это Станислав Это село Надеждовка То есть Село Кизамыс Они не могли Вообще оттуда выехать То есть Там были активные Боевые бои И люди спасались там Мы понимали Что Они не могут Приехать на работу Ну как они могут Приехать на работу Если вообще Транспорт не ходит И везде взрывает Вот эти Определенные Такие жуткие моменты Конечно Ну и жуткие моменты Это Первые дни Оккупации Херсона Когда мы не могли Проехать по определенным улицам Когда они были закрыты Когда в момент Комендантского времени Нас русские войска Они пропускали В жилые массивы Где были раненые Где Женщины рожали У нас были такие моменты Что мы роды вели По телефону И это было не только В Херсоне Это был Береславский район Где роды вели По телефону То есть Просили искать соседей Которые имеют Медицинское образование И просили По телефону Их просто вели И говорили Что необходимо делать И я уже Там прошло Несколько месяцев войны Может быть Три месяца И случайно В магазине Услышала такой разговор Женщина рассказывала Про своего внука Оказывается Это тот первый ребенок В Херсоне Который родился дома Хорошо Что они нашли доктора И доктор принимал эти роды Доктор-педиатр Она принимала эти роды С мальчиком все хорошо Но они еще Два-три месяца Они еще были В Херсоне То есть Они не уезжали Потому что Маленький ребенок Наверное Были опасности Во время Ну как бы Выезда За межем Места Херсона И Херсонской области Такие вот моменты Тоже были То есть Тяжелые травмы Которые мы не могли Доехать Тяжелые Ну Роды на дому Белозерский район Это особенно Мы даже могли Приехать на вызов К человеку С тяжелой травмой Это все Минозрывные травмы Миновыбуховые травмы Это травмы Когда Ведированы Кинсивки Когда Открыты Пошкоджения Черевной поражены Грудной клитки Головы Это такие Тяжкие травмы Тяжкие травмы Ну мы Минозрывные травмы У нас завжды тяжко Это вина И это тяжкие травмы Это просто Пресс Ножом Или ожог Обчанник Это тяжелый травм И у нас были Такие вызова В Белозерский район Когда мы приезжали На вызов Оказывали помощь Начинали Транспортировку Пациентов в больницу И нас заворачивали Русские военные Говорят Везите его домой Пусть умирает Это было очень жутко Просто очень жутко Вы понимаете Это наша работа Риск всегда есть Никто от этого Не застрахован Нету таких Я думаю Здравых людей Которые не боятся Смерти Не боятся Вот этой Войны Ну Надо Чтобы кто-то Что работал Выполнял Эту работу Надо Оказывать помощь Любым людям Не имеет значения Кто Мы стояли Определенно На прилеты То есть Когда Происходили Эти прилеты Мы выезжали туда Ну У нас один прилет Занял с двух ночи До Семи утра То есть Там были завалы Раскапывали Эти завалы И мы там Дежурили На предмет Оказания помощи Завалил Попадалися раненые После прилета Некоторые были По своей же Ошибке Дуростью Скажем так Вони Мальчик 20 лет у нас был Притащил Снаряд домой В подвал Решил Разобрать его Ну Неудачно Покуда Приехали Через посты Через усы А Мальчик уже помер Желательно Не ходить по местам Там, где Находились Русские Загарбники Вони После себя Поставляли Дуже Багато Ростяжек Мин И все Такого Если Что-то находят Тоже Желательно Не поднимать И по полям Не шляться Ничего Не приносят Домой Ни снаряды Ничего Потому что Дуже Багато случаев Було Яки Заканчивались Летально Подрываются На минах На снарядах По своей же Лупости Посадпокровки Тогда В первые дни Люди Пособирали Из кассетных Мин Бомбы В кармани Пораспыхали Покуда Домой Дошел Вона Взорвалась У нас Коллеги Оказывали Помощь Виїхать Не выпускали Ни туда Ни сюда И Мужчина Помер На месте Капали Его И все Что делали Не давали Возможности Вивезти Некуда Мужчина 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 На тех территориях Где не велись Военные действия Это Львовский центр Нам очень хорошо Помог Они собрали Нам очень большой Груз медикаментов И потом Нам его Привезли Волонтер И Николаевский центр Несмотря на то Что у них Тоже После того Как Оккупанты Заняли Херсон Они же Начали Штурмовать Николаев Николаевский центр Нас очень хорошо Поддерживал То есть Есть центры Которые Ну просто Ни на секунду Нас не покидали И Мой большой Признание Это Львовскому центру Экстремной Экстремной Помощью Николаевскому центру Экстремной Помощью Другие центры Тоже Черновицкие Черкасские Они нас поддерживали Запорожские Несмотря на то Что у них Тоже Полуобласти Оккупированы Все поддерживали Киевский центр То есть Это те люди Которые Сопереживали С нами Но особенно Хочется сказать Про Николаевский центр К тому Им звонили Они нас спрашивали Как вы там Дорогие Мы спрашивали А как вы там Наши просто Русские Со своим режимом А вас Они бомбят Каждый день То есть Вам намного хуже Ну много было Вызовов Именно из гражданских Которые Обычные люди Которые у нас Сейчас вот Проблема вообще С транспортом С этим Все машины Ну как бы Все же знают Что машины забрали И у нас осталась Машина Город Всего вот Пять машин Мы работаем Вместо наших Там Двадцать Три Четыре Машины Мы работали И поэтому Во-первых Что и связи Не было Люди там Пешком приходят На подстанцию Узнают Где есть какие-то И просят Там приедьте Пожалуйста Спасите Помогите И были такие Что мы не успевали Просто пока Вот это все Или машин нету Чтоб выехать Сейчас Или вот Они поздно Прибегают Пока ты туда Доезжаешь Я лично В первые дни Контактировала Когда мы выезжали На вызова Спустя неделю Я не знаю Кто это Ну какие-то Правоохранительные Органы русских Мы выезжали Там на взрыв И вот я говорю Мне нужно Оказывать помощь Там Они такие Нет Типа Сначала Там мы И вы будете Все равно Делать то Что мы скажем А я говорю Ну у нас есть Протоколи Я должна Там человека Смотреть Оказать Возили не по больницам Мы же вам сказали Идем на вызове То я Новый телефон Чистый телефон Поставила И в нем Включился фонарик И меня остановили И сказали Я веду Видеосъемку Я тогда Поняла Что я стою И на меня смотрят Русские солдаты Это страшно Это просто страшно Потому что сейчас Могут любые Быть санкции Любые действия Быть И я Могу попасть На тот Злосчастный Подвал Эти моменты Были Я до сих пор Боюсь Длинных лап Этих людей До сих пор Боюсь Потому что Наша работа Была связана Так Что мы С ними Должны были Выполнять Некоторые Их задачи Которые Они ставили Не выполнив задачу Мы Являлись Как бы Нарушителями Их правил И я хочу О том сказать Что мы Очень длительно Снимали Наш украинский флаг Даже уже Когда Русские войска Были в городе Потом мы По хитрому По херсонскому Мы взяли Флаг перевесили Во двор Вот тогда Первый раз Появились Работники ФСБ На нашей территории И четко указали Нашему руководству О том Что вы думали Вы хитрые Вы думали Мы не знаем Что вы флаг Взяли И перевесили Для того Чтобы не повесили Они свой российский флаг На место Нашего украинского флага Мы просто срезали Этот держатель И когда Вот Уже поняли Что сейчас Украина Украинские войска В городе Нам некуда Даже было повесить Этот флаг Потому что Не было для него места Флаг висит сейчас На балконе То есть То что Мы могли сделать Потому что Не было куда повесить Это мы его прикрепили На балконе Для того чтобы понять Что центр экстренной помощи Это украинское предприемство Это украинский заклад Это Украина Когда-то Мне это дали Потому что Посчитали Что я это заслужила Сейчас Меня Неоправданно Называют коллаборанткой Мне просто обидно За такие слова Потому что Я люблю Украину Я люблю свою работу Я хочу жить На Херсонщине Вы знаете Когда приходят Люди с оружием И крутят Наших коллег И заставляют Принуждают К работе С ними Какой выход Чтобы тут Расстреляли тебя И ты Ну как бы Погиб И уже не приносил Никаких Пользы Обществу Или Продолжать работать И оказывать помощь Нигде не написано Что я должен Оказывать помощь Конкретно Какой-то расе Или каким-то людям Для меня Любой больной Это больной Который обратился Я считаю Это не коллаборантство А то Что есть Определенные люди Которые Как бы После этого Освобождения Начинают гадить В том же коллективе Котором они работали И обвинять Людей В коллаборантстве А они Так же самое Но по идее Этим занимались Да Пытание мая Мы не могли Не выполнить Потому что Мы работали В оккупации Не выполнение Приказа Я могу сказать Что с нашим Директором Поговорили Очень серьезно И это такой Человек Которого Сложно Вывести Из равновесия Но Они Назвали Его ждуном И сказали Что у него Не много Время Для того Чтобы выехать Самому И вывести Свою семью Поэтому Он выехал На левый берег Руководит Работой Там бригад Сейчас Там Место 60 Бригад Работает 37 Бригад Но это связано Да, они находятся Возле гидроэлектростанции Находятся На пути На Крым И поэтому В этих городах Пошло Люди Выехали За пределы Херсона Херсонской области Все равно Все равно Здесь люди Остались Это не так Что заехали И весь город Вывезли И здесь Никого Тогда Это другой Вопрос А если Тут много Населения Осталось Которые Требовали И помощи И медицинской И даже Того же Останется Если даже Наши Руководства Мы бы Закрылись А что Бо Тут Было И кто Бо Оказывал Помощь У меня Мои Родственники И не дай Бог Что-то Бо Случилось Я понимаю Что здесь Есть Хотя Бо Мы Приедем Туда На вызов Даже К моим Родственникам К вашим Или еще Чем На скорую Было Вообще Очень Много Надежд Что Мы Не Уедем И Когда Забрали Машины Даже К нам Приходили И Спрашивали Вы Что Не Работаете Вы Что Все Как Мы Будем Без Вас Я Ру Не Мало Мы Работаем Там Вызов В Чернобаевке Допустим Женщина Медицинский Работник Насколько Они знают Попадание Снаряда В их Дом Там Там Погиб Сын Под Завалами Эта Женщина Отрывала Руку И Ногу Муж Был Тоже Завален Но Его Как Быстрее Откопали И Вот Такие Моменты Но Каждый Случай Это Очень Страшно Потому Что После Этих Моментов Приходили Их Близкие Они Брали Информацию Для Того Чтобы Получить Медицинские Документы Для Захоронения Людей То Каждый Случай Это То Что Мы Сталкиваемся И То Что Прошло Через Допустим По Моей Работе У меня Не было Практически Ни одного Выходного Даже Если Я была Дома То Я получала Эту Информацию То Все Это Страшно Все Это Страшно Был Случай В Херсоне Это Я Просто Сейчас Забыла Это Наверное В сентябре Когда Когда На улице Покрышева Погибла Вся Семья То То Какой-то Шальной Снаряд Попал В семью Которая Гуляла Вместе С собакой Папа Жена И дети И Все Погибли Все Погибли Один ребенок Даже мы не могли Интифицировать То есть Это все Страшные Моменты Такие Страшные Судьбы Которые Связаны С войной Вейсковый Вышел С такси Спросил Где можно Переночевать Где какая Гостиница Работает Ну Естественно Сказали Что Никакая Они Выезжали В гостинице Оптима А ворота Были Закалит Мы подошли К нашему руководству К инезе Николаевне У нас была Одна свободная Колька Ну Мы его Прилетили На ночь Он нам Подарил Шеврон Еленовый Даштин Надпись Оставил Позывной Демьян В команде МК Ведемьяна С правым Херсонцем Дякую Еще Дотекались Третья Отдельная Штурмовая Бригада Но он просто С госпиталя С Киева Ехал И Сюда Должны были Подойти Его Часть И куда он Дальше попадет По распределению Поэтому он Приехал Сразу С Киева В Херсон И на следующий День Его подобрали Державная Прикордонная Служба Это наш Фельдшер Макс Дорошенко Позывного Не знаю Он сейчас Уже В Херсоне Служит Куда дальше Пойдут Неизвестно Ну Тоже нам Подарил Написал Редный МК Вед Макса Дорошенко У меня был отпуск Я ездила Летом В Киев У меня был отпуск Месяц Я была месяц В Киеве И потом я приехала Обратно сюда Я продолжила работать Во время оккупации Я продолжила работать Там было два пути Либо выезжать через Крым Либо же ехать через Васильевку В Васильевке На тот момент Когда у меня был отпуск Были сильные обстрелы И я побоялась Ехать через Васильевку Поэтому Я выезжала через Крым Я сделала очень долгий путь Эта дорога заняла у меня 5 дней Но Проехала Но ехала в Киев Никуда не в Польшу Ни в Латвию Ни в Литву Ехала чисто в Киев И вернулась А вернулась через Запорожье Крым Ростов-на-Дону Проезжали Москву Проезжала потом По-моему Если я не ошибаюсь Латвия Литва Польша И уже попадали в Киев Были очень сильные проверки Потому что я работаю на скорой помощи И у меня был первый вопрос Почему ты выезжаешь Почему ты выезжаешь Ты медик Почему ты выезжаешь Было очень много допросов Проверяли телефоны Проверяли документы Но проехали Проехали Нормально проехали Но вернулись обратно в Херсон Конечно Обстановка сейчас совсем другая Первое, что меня удивило То, что там наши военные То, что ты приезжаешь в город Там видишь наших военных Нету ни этих зеток Веток Ты понимаешь Что тебя сейчас Никто так не будет проверять Как проверяли в Херсоне То есть ты можешь выходить На улицу без паспорта Тут нельзя было выйти без паспорта Тут просто на каждом шву Были проверки Ты не будешь бояться Что у тебя там проверят телефон Или что-то там будет докапываться К этому телефону А там ощущение того Что спокойнее все-таки было Хотя и были обстрелы Обстреливали там ракетами этими Разные города Было тоже тяжело Но немножко ощущение Что чуть-чуть спокойнее было Было немножечко, честно говоря Не по себе Потому что все мои родственники Все мои там знакомые Те, которые остались здесь На данный момент На время оккупации Было тяжело то, что они здесь И то, что вот я была здесь То, что было очень много проблем По продуктам По ценам По выплатам Тем же самым пенсионерам Не выплачивали и тому подобное Вот это было тяжело А когда ты приезжаешь в Киев Ты видишь, что люди там Ну, некоторые отдыхают Да, мы все видели эти репортажи И тому подобное Ну, каждый выбирает свою судьбу Каждый выбирает так, как он Будет поступать в это время Мы поступали так Мы работали, продолжали работать И снова, повторюсь, работаем И дальше Потом начался момент устрашания Момент морального и эмоционального уничтожения людей То есть нас начали пугать Мы понимали, что мы живем среди взрывов Мы понимали, что идет момент военных действий Мы понимали, что рядом ЗСУ У нас были знакомые друзья И есть в ЗСУ Дай Бог им здоровья и ангела-хранителя И мы понимали, что они рядом Они нам иногда слали лесточки Держитесь Мы это все удаляли Потому что это грозило подвалом Подвалом, где было гестапо Но женщина над ними физически не знущалась Вот этот момент такой, что понятно, что взрывы будут Нам надо понимать Нам надо, что это возможно И поэтому просто молиться в какой-то определенный момент Чтобы это прошло мимо тебя И все Потом начались моменты устрашения Моменты устрашения были связаны с тем, что Да, говорили, что сейчас ЗСУ подойдет И весь город разбомбит Но мы всегда верили, что наш город под защитой И мы все равно от этого не убежали Были некоторые люди, которые уже следующим этапом Они приняли решение выехать из города Херсона Любыми методами То ли им родственники активно рекомендовали это И они уже не выдержали вот этих вот моментов Были тоже люди в какой-то определенный момент Потому что эвакуация людей проходила в несколько моментов Эвакуация на Украину То есть первое Вот в первые дни войны Спастись от войны А потом, если была какая-то опасность Люди тоже эвакуировались То есть люди эвакуировались очень длительно Эвакуировались в Белозерском направлении Ну по Белозерскому району Через Станислав и дальше на Николаев Эвакуировались потом через Васильевку на Запорожье Эвакуировались через Кривой Рог То есть разные этапы Пока они были свободны пути эвакуации Они были эти пути эвакуации Даже были пути эвакуации водным транспортом на Очаков Какое-то время тоже такие пути эвакуации были Спасение от войны Потом начался момент, когда российская власть Она начала устрашать и морально, и эмоционально издеваться над людьми То есть появились эсэмэски о необходимости эвакуации Эти эсэмэски приходили каждые 15-20 минут Иногда 30 минут Были звонки, которые делали они на телефон с определенного номера То ли это автомат, то ли это люди сидели Которые говорили, вам надо эвакуироваться Мы хотим вас спасти Но вам надо эвакуироваться Эти эсэмэски приходили, начиная с 5 утра И заканчивая 23 часами ночи То есть они постоянно нагнетали у людей Кроме эсэмэсов были звонки Эсэмэски были такие Придите в ричпорт Там в определенное время есть скатер Который вас вывезет на безопасное место Приедите к Антоновскому мосту Если у вас есть свой транспорт И вы выйдете на безопасную территорию Но они попадали все в Пасху Это была Пасха для людей Мы это понимали Что если туда и выезжать Вот некоторые люди у меня спрашивали Но я не собиралась выезжать У меня не было таких моментов, чтобы выезжать Поэтому вот такие моменты были И потом была объявлена массовая эвакуация То есть мы узнали о том, что вывезли новые автобусы маршрутные Потом вывезли автомобили ДСНС Потом начали вывозить еще другие автомобили Других служб города И это мы стали слышать Люди, очевидцы это говорили И понимали, что что-то происходит Что-то, какие-то определенные сценарии Нас не трогали Экстренную помощь не трогали Мы в один момент участвовали в эвакуации детей Из дома ребенка Сначала это было сообщение о том Что часть детей из дома ребенка Где лежат дети без родителей С церебрально-неврологической симптоматикой Они заболели ковидом И их надо отвезти в больницу То есть там были переговоры о том Чтобы отвезти их в детскую областную Клиническую больницу в Херсоне Или вот этот департамент Потом он переобразовался Министерство здравоохранения Российской Федерации Они сказали, что эти дети Должны быть эвакуированы в Крым И вот тогда было дано задание Нашим бригадам Участвовать в эвакуации этих детей Назначено было время Мы приехали в дом ребенка И мы увидели жуткую картину Что эти 10 детей, которые больны ковидом Они в комбинезончиках Лежат в открытом деревянном манеже на улице Просто когда мы это увидели Мы быстро похватали этих детей И занесли в машину Хотя бы в безопасное, теплое место Потом мы увидели, что на территорию Дома ребенка приехало два больших автобуса И начали грузить остальных детей Которые были не больны Этих детей вывезли на Крым Передвижение наших бригад Было в сопровождении военной охраны И таким образом тоже были люди Которые пожелали эвакуироваться Это были в основном люди пожилые Или маломобильные люди Которые не выдержали этого натыску Этого давления Со стороны российской власти Которые говорили, что все очень будет плохо Это то, о чем поговорили Что посеет страх в душах людей То есть все будет очень плохо Нас сначала пугали грязной бомбой Что над Херсоном взорвется грязная бомба Потом мы почитали, что грязная бомба Это всего лишь несколько часов И все будет нормально Понимали, что забрудняты всю территорию Но это будет в лакежах Потому что у нас такая территория С морями, с риками Она тоже чистая Территория Херсоничина Малый статус чистой территории Чистой области Следующий момент был то, что Начали пугать Разольется Будет разрушено ГЭС Они говорили, что засову разрушит ГЭС Но ГЭС — это стратегический момент Моя мама строила гидроэлектростанцию Она была подростком И она работала на строительстве Этой гидроэлектростанции Простым курьером Но она работала, по крайней мере Она знает, что это такое И я, живя в Новой Каховке И неоднократно проезжая по гидроэлектростанции Я понимала, что это такая махина Которую разрушить просто невозможно То есть сразу ее разрушить Понятно, что сразу волна очень большая И пострадает мой любимый родной город Новая Каховка И эта волна потом через какое-то время Может дойти до Херсона То есть это следующий миф Ну и потом вот то, о чем вы говорили То есть спасайтесь, потому что придет ЗСУ И разрушит город Мы понимали, что наши украинские войска Не могут разрушить город Вы знаете, говорили на любой прилет Что это украинские войска стреляют Ну это ж, кто в это верит Я не думаю, что наши стреляли по своим же Понятно Да, то есть, ну, когда тут были, да, действительно Попадания по скоплениям врага То это было аккуратно, четко Практически, ну, мирное население По минимуму страдало Были четкие хирургические Такие обстрелы точечные Мы видели точную работу Хаммерса Опять-таки, повторяю И мы оценили это все Ну, во-первых, уже мы наслышаны были Сколько у него зарядов И мы слышали работу ПВО А потом несколько зарядов То есть мы понимали, что два заряда То есть это Хаммерс Шестизарядный, по-моему, да То есть есть ПВО работа Это два очень сильных взрыва И эти взрывы ни с чем не сравнить То есть первые взрывы были недалеко от нас Это апелляционный суд Там работала их комендатура Российская И там было попадание Там было очень много раненых Гражданских Потому что был очень хороший день С хорошей погодой Тепло было, солнышко Люди вышли на улицу просто погулять И получили некоторые очень серьезные ранения И это такой звук страшный Это звук, который проходит через тебя И проходит через каждую твою клеточку Через каждую косточку Потому что такое впечатление Что над тобой разрывается груда металла Вместе с цементом Или с бетоном одновременно Просто это такой страшный звук Он леденит душу, этот звук Потом мы уже Это первые такие были звуки Потом уже, когда были звуки Когда там попадание В какие-то определенные гостиницы В определенные какие-то объекты Мы уже понимали, что это оно Потому что там была точная работа Но звук страшный, конечно Все эти времена оккупации Мы просто работали над тем Чтобы наша служба работала Потому что в какой-то момент Она осталась единственной Потому что из больниц уехали врачи Людям некуда было обратиться И единственное их спасение Это было вызвать бригаду скорой помощи Которая приедет, окажет помощь Возможно, отвезет ту больницу Где еще есть врачи Потому что врачей стало катастрофически не хватать В наших больницах херсонских И в какой-то момент еще появился ковид Люди начали болеть Людей надо было отвезти в больницу То есть без нашей службы Просто тут невозможно было Мы не то, что, допустим, уехали Ну какие-то службы такие маленькие И ладно, оставили одну-две машины Без них можно обойтись Аварийные, допустим, машины Водоканал там оставил Насколько я знаю Электросети оставили Теплоэнергетики там оставили Но так просто невозможно было Мы понимали все время Что наша служба, она нужна Она первая, кто отвечает на зов человека о помощи Да, 10 ноября Наша бригада была в селе Надеждовка Белозурского района И приехали И тут такие вдохновленные Увидели наших Мы, конечно, обнимались Но и думали Надеждовка, это километров 30 до нас Как? Какие бои? Какое продвижение? Потом что-то произошло в пятницу В пятницу начали ездить по городу Автомобили с украинскими флагами Мы не понимали, что происходит Мы думали провокации Мы все равно боялись Мы до такой степени Сжались в кулак за все эти месяцы Мы просто боялись этой ситуации Мы боялись, что сейчас вот едут с флагами Мы присматривали свету этих кулак Люди говорили, что видели в военных маршрутках Где-то на улице Но это не были Ну, так вот, несколько человек Что мы понимали, что да А вот по-настоящему уже зашли определенные войска Определенные позиции Там, полицию мы потом увидели Мы в пятницу вообще ничего не понимали Наши бригады где-то подслушали Какой-то марафон украинский Не знаю Ну, говорят, что он очень часто шел Почий каждый день этот марафон И когда уже вышли в обед В субботу, 12-го числа И увидели, что возле отделения полиции Возле нашего стоят украинские военные Мы просто плакали Мы шли с мамой и просто плакали Были люди, которые обнимались Мы просто плакали Мы стали на украинских войнах смотрели Плакали Ну что там, как там в Херсоне? Держится Херсон? Я говорю, держится Херсон Херсон ждал, Херсон держался Работали, как и работали Не было такого ощущения, что вот Они навсегда или еще что-то Не было такого Всегда ждали, всегда Придерживались норм, протоколов Работали, как и работали Несмотря на эту оккупацию Несмотря на тяжелое время На тяжелый режим Работали, работаем И будем продолжать работать Я коренной житель Я тут до последнего В новом случае Даже если Убили, убили Такой выход Я здесь прожил 45 лет Херсон У меня родители У меня Я их бросить не мог У меня семья здесь Нам ехать куда-то Конкретно В небытие Никакого смысла не было Ну родители точно Семья как бы Давила Но Было принято решение Что мы от собой не могли Справились Я вообще считаю Что мы тут молодцы Да, ну что Все равно работали Все равно мы шли на работу И пешком И как-то так Искали там через Каких-то волонтеров Это там солярку Эту договаривались За эти же лекарства Было, да Что экономили Потому что было Ограниченное количество И понимали Что никто не знал Когда там привезут Какую-то гуманитарную помощь Или нет И лекарства надо было Растянуть На какой-то Неопределенный период И все старались Ну как-то с людьми Контактировали Но все равно У нас вариантов Других тут не было Хочу сказать Ребята держится Все будет Украина Скоро все закончится Так что Тримаймось Все будет добре Хочу сказать то Что Во-первых Поблагодарить Очень хочется Наших военных Потому что Это большая Их заслуга Они большие молодцы Если бы не они Сейчас Не было бы Освобожденного Херсона Очень хочу Подбодрить людей Которые сейчас На оккупированных Территориях Потому что Мы знаем Как это тяжело Мы эту оккупацию Грубо говоря Прошли И мы очень Это все Чувственно понимаем Поэтому Пускай держатся Мы верим В них Так как Верили в Херсон Херсончата Наши Тому Дуже верим В то Что Наступние Окупованные Территории Все-таки Будут Неок Деокупованные Ось так И Херсон Это Украина Все Территории Яки Були В Херсон Яки На данный момент Окупации Ну Они Окупованные Я надеюсь Також Что Они будут Деокупованные Тому Все будет Добре Слава Украине Героям Слава Спасибо За слушание Пришли сюда Освободили Потому что Эти 9 месяцев Были очень тяжелые Для Херсон Мене звати Игорь Я один из основников Каналу Очи Зараз Ми Їдемо Здеокупованого Херсону Де Мы Зробили Дуже Багато Добрых Справ Зняли Дуже Багато Матеріалу Тому Будь ласка Підтримайте Нас Поставьте Лайк Коментар Підпишіться На наш канал Поділіться Цим Відео Та іншими З нашого Каналу З вашими Друзями Це буде Україна Та іншими